Добрый день, Мария. Представьтесь, пожалуйста, и расскажите нам о вашей компании. Здравствуйте. Да, меня зовут Мария. Хочу рассказать о нашей компании. Мы завод-производитель Кошгалантереи, Askent Group. Наш завод работает уже с 1993 года на российском рынке. Мы производим продукцию как под собственными торговыми марками, так и открыто к сотрудничеству как торговая площадка. То есть мы можем изготавливать продукцию под другими торговыми марками. Любые заказы принимаем, пожалуйста. Расскажу, наверное, да, чуть-чуть о нашей компании. Есть о пособенности производства? На данный момент мы выпускаем продукцию под тремя торговыми марками. Торговая марка Fetish – это премиальный сегмент. Продукцию мы продаем как в собственном интернет-магазине, так и в бутиках Японии, Италии, России, Испании. Здесь, на данной площадке, на вашей площадке, мы больше хотим рассказать о себе именно как о заводе-производителе под любой торговой маркой, а готовы работать в коллаборациях с дизайнерами, изготавливать сумки мужские и женские ремни и мелкую кожгалонтерию. Пожалуйста. Расскажите, пожалуйста, а на какую аудиторию вы ориентируетесь, с какими тиражами работаете, какие есть ограничения, возможно, с кем вы не работаете, с какими случаями? Ну, смотрите, значит, на данный момент наша целевая аудитория – это рекламные агентства и конечные покупатели. Компании, которые хотят свою продукцию… Я имею в виду для производства. Да, для производства. Извиняюсь. Да-да-да, то есть мы можем произвести продукцию, ну, вот скажем так, «Газпром», «Банк» – такие компании для своих партнеров делают подарки. Мы работаем как напрямую с такими заводами, так и через рекламные агентства. Пожалуйста, проблем можно размещать. И еще в качестве торговой площадки производителя мы работаем сейчас с крупными сетями обуви и одежда. Практически все российские обувные сети размещают заказы на нашем производстве и сети одежды, как российские, так и зарубежные. Я не могу озвучить вам имена, названия бренда, потому что у нас есть договора о конфиденциальности. Раскрыть не сможем эту информацию. Понимаю, да. А может быть, расскажете чуть подробнее о самом производстве, о технологических его особенностях? Чем вы отличаетесь? Насколько полный цикл и какие еще, в принципе, этапы услуги есть по работе с кожей и с изделиями из кожи? Да. У нас производство площадью более 6 тысяч квадратных метров. На нашем заводе трудится более 500 квалифицированных сотрудников. И цикл производства полный. От разработки, так как у нас есть дизайнеры, есть технологи, конструктора, до конечного складирования все происходит на одном нашем заводе. Наверное, самое главное, я не сказала, мы находимся в городе Пенза. А работаете со всей России, получается? И не только с Россией, да. Хорошо. А сейчас вот в условиях ограничений карантина, как вы смогли адаптировать работу? Продолжается ли работа вашего производства и как можно с вами сотрудничать? Все менеджеры работают удаленно. Мы точно так же принимаем заказы через интернет-магазины и оптовые заказы в том числе и заказы розничные. Технологи работают удаленно и продолжают разработку моделей, дизайнов. Пожалуйста, работа продолжается. Да, на какое-то время остановлено производство. Я думаю, что это не так сейчас... Наверное, это не так долго продлится. И сразу же, соответственно, после появления возможности, вы возобновите работу непосредственно и с самим производством тоже. Да, конечно. А сейчас это цикл разработки. Хорошо. Возможно, еще какие-то особенности, о которых нужно знать вашим потенциальным партнерам и клиентам? Наверное, вот сейчас, да, в условиях того, как мы существуем, многие переориентируются с Китая, особенно с Италии, на российских производителей. Ищут достойных производителей. И мы действительно можем конкурировать с Италией на 100%. Открыты ли мы к коллаборациям и сотрудничеству? Да, конечно. Мы всегда открыты для чего-то нового и интересного. Такой опыт у нас имеется. Мы работали с торговой маркой Askent в коллаборации с дизайнером Сергеем Сысоевым. Очень интересное, плодотворное сотрудничество у нас с ними получилось. Да, мы всегда готовы и открыты к чему-то новому и интересному. Спасибо. Спасибо.